Если женщина понимает, что мужчина охотник, что женщина должна сделать так, чтобы мужчина стал преследователем, но никак не наоборот, почему женщина этого не делает? Вопрос на засыпку. Самооценка низкая. Раз. Боится потерять. Не уверена в себе. Два. Отлично. Отлично. Что еще? Спасибо, Светлана. Еще какие версии? Боязнь упустить. Совершенно верно. Да, да. Боится потерять, потому что ей мужчина нравится. Совершенно верно. Совершенно верно. Здесь же мы вспоминаем принцип недоверия. А можно ли ему доверять? А могу ли я ему до конца открываться? И женщина держится, как статуя. А потом мужчина ей предъявляет. Извини, ты статуя, мне с тобой нечего делать. Тут женщина начинает себя, значит, раскрепощаться полностью, открывать себя, демонстрирует, ну, нужно ли это? Что? Если уже дорог мужчина, то больно будет, если уйдет. Да, 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 да. Так вот, в чем же дело? Что женщина охватается за мужчину, женщина цепляется за него. Так вот, позвольте мне вам расшифровать этот феномен. Все внутренние страхи, которые содержит в себе женщина в момент того, когда она понимает, что мужчина не очень-то в ней заинтересован. Вот эти страхи, это недоверие, эти ощущения, все, что женщина несет в себе внутри, она выражает через язык тела, поведение, поступки. Вы понимаете, что происходит с женщиной, когда она пытается развивать отношения? Хотите, я с вами проведу небольшое упражнение, через которое вы поймете, увидите себя со стороны? Давайте, давайте, практическую работу с вами проведем небольшую. Давайте вспомним ситуацию, как мы бежим на свидание, да, как женщина бежит на свидание. Успела, да, волнуется. Да, помогайте мне, спасибо, Инна. Волнуется. Ой, я появилась, думает она, да. Мы сейчас пройдемся по внутреннему диалогу, то, что испытывает женщина, не то, что она говорит. Потому что говорит она понятно. Здравствуй, здравствуй, как дела? Да ничего, как у тебя? Ну, это лишнее. Все знают этот диалог. Внутренний диалог. Какой внутренний диалог женщина проводит? Ой, я появилась. Ой, я чего-то не то сказала. Правильно? Правильно себя ведет женщина? Так же думает женщина? Ой, что он обо мне подумает? Да, 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 помогайте мне. Да, как я выгляжу? Да, 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 да. А понравлюсь ли я ему? Да, а вот он сейчас посмотрел на меня вот так. Значит, я ему не нравлюсь. Да? А что дальше будет? Он сражен? Ну, вы можете думать, что он поражен моей красотой, и моим умом, и моей блистательностью. И вы начинаете мужчине доказывать. Очень многие женщины, активные такие, начинают с мужчиной вступать в спор, говорить о своих образованиях. Значит, ему, там, скажем, говорить о своих достижениях. Какая она успешная, какая она вся потрясающая. Да? Она может внешне держаться. Ой-ой-ой, как? Хорошо. Да? Но мы же про внутренний диалог. То, что внешне мы друг другу показываем, это не значит, что внутренне женщину беспокоят. Так вот, психология изучает, как внешне, так и внутреннее проявление человека. Так вот, когда женщина начинает сомневаться, переживать, трепещать, что-то мужчине доказывать и, скажем, как-то себя активно проявлять во взаимоотношениях. А внутренне она чувствует, ой, я опять всё испортила. А захочет ли он меня ещё раз видеть? Правильно? А что делать дальше? Правильно, Катерина, спасибо. О чём говорить? Какие темы? Спасибо. Да. Давайте мы, давайте каждый из вас, чтобы был эксперимент чистым, понятным, представьте себе, вспомните, да, какое внутреннее состояние испытывает женщина. Спасибо, Инна. Паника, да-да-да-да. Как бы паника не проявилась, да. Давайте вспомним, давайте вот этому внутреннему состоянию придадим какую-то материальную основу, там, скажем, газообразную. Представьте себе вот это состояние газообразное, да, или пластилиновое. Какое оно вот, ваше состояние? Дайте мне ваше состояние. Это желеобразное, может быть, как вот, как медуза, да, желеобразное что-то такое, состояние, дребезжание внутреннего, да. Дайте мне вашу версию беспокойства, бабочки, да. Ну, бабочки это более приятное состояние. Давайте так, дайте этому состоянию какое-то внутреннее ёжика. Вот-вот-вот, Таня, правильно, состояние ёжика такого, колючки, нервничать, да, желе, отлично, еще, состояние. Дайте этому образ. Мутная вода, спасибо, Настя, отлично, еще. Или пластилиновое что-то, что липнет к рукам, мажет руки, да. Представили себе? Представите, дайте каждую свое. Серое, да, серо-розового цвета, серо-розового цвета, ага, напряжение. Так вот, напряженная, да, Кристина, дайте этому материальную форму. Солнышко в идеале. Ну, послушайте, мы говорим, понимаете, если вы испытываете во взаимоотношениях с мужчиной вот эту панику, тревогу, неуверенность в себе, вот эти состояния, дайте этому определённо. Это не солнышко, это далеко не солнышко. Солнышко, это когда радость на душе и когда вы прекрасно себя чувствуете. И вы знаете, что вы светите, и вы знаете, что, значит, все счастливы от вашего света, да. Так, вихрь из газа, отлично, Марина. Пружинка, ага, сжатая пружинка, вот Настя, молодцы, молодцы. Хорошо, всё, есть вот это состояние. И теперь представьте, что вот этот мужчина, с которым вы встречались, он не с вами, а что он держит перед собой вот эту массу, которую вы сейчас описали. Неприятное чувство, я знаю. Да. Да, да. Теперь я хочу, чтобы каждая из вас отметила тот феномен, что мы чувствуем друг друга. Мужчины, они в более выгодном положении. Почему? Потому что мужчины молчат и чувствуют. Они сосредоточены на своих чувствах. Они ничего не понимают, что там в голове происходит. Это женщина внутренний диалог прокручивает, как жвачку. Мужчина? Нет. Он обращается к своему сердцу, и сердце ему обо всём говорит. И если он чувствует перед собой вот то, что вы сейчас описали, это говорит о том, что вы рядом с мужчинами держите себя так. Напугала вас, да? Страшная картина. Из фильмов ужасов. Да. Так вот, смотрите, в чём дело. Лучше правда. Да, 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 Марьяна, спасибо. Грустно. Да, 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 да. Так вот, к чему я всё веду. Так скажем, сейчас я вам дала такую тестовую проверку на то, чтобы вы со стороны посмотрели на себя, что чувствует рядом с вами человек, который взаимодействует с вами. А почему это состояние формируется? А потому что негативный опыт, потому что, значит, не было прекрасной истории, в которой вы как солнышко светили, да? Потому что у вас нет ощущения вообще, представления о том, что мужчина может быть дающим, потому что вы же привыкли всегда давать. Давать свои чувства, давать своё время, давать свои силы, да? Поэтому вот это внутреннее состояние неприязни самой к себе и ощущения от самой себя вы несёте во все отношения. И в этом и заключается тот парадокс, когда вы в очередной раз надеетесь и ищете, что вот-вот, вот теперь вот хотя бы с этим мужчиной попробуем, может быть, что-то получится, и в итоге наступаете на те же грабли и делаете всё то же самое, что делали до сих пор. Так как разорвать порочный круг? Как сделать так, чтобы выйти из этого состояния и сформировать в себе состояние истинной женщины, даже при условии того, что у вас ещё нет позитивного опыта? Так вот, если вы получаете необходимые знания о себе, о том, как раскрыть свой потенциал истинной женщины, о том, как держать себя рядом с мужчиной, этому нужно учиться. Знаете, Лана, да, совершенно право, нужно становиться солнышком. Но вы понимаете, что солнышко должно знать, как светить, как себя держать, как ответить мужчине, как строить отношения дальше, чтобы ваше свечение мужчина хотел видеть, потому что очень легко вернуться в ту пружинку, в того ёжика, в то газообразное состояние и в то желе. Именно поэтому я призываю вас учиться. Точно, да, надо себя регулировать, да, очень легко вернуться в желе. Сама испытала это, пишет Алиса. Да-да-да-да, совершенно верно. Так вот, чтобы не возвращаться в желеобразное состояние, нужно всегда для себя держать формулу того состояния, через которое вы всегда будете солнышком. Итак, возвращаемся к вопросу. Возвращаемся к вопросу. Как распознать искренний интерес мужчины в ваших отношениях? Сейчас этот вопрос жутким образом становится для нас, да? Ну, я вам хочу сказать следующее. Да, я вам хочу сказать следующее. Дело в том, что пока вы, да, пока вы чувствуете себя ёжиками, я могу отметить очень важный факт. Очень важный факт. Не знаю, как вы это воспримете, но это ваше дело, так скажем. Для тех, кто более продвинут в этом вопросе, поймёт меня правильно. Дело в том, что мы притягиваем к себе таких мужчин. Мы притягиваем. Вот женщина в этом состоянии, когда она ёжик-ёжиком, пружинка-пружинка и там медуза-медузкой, она к себе в потенциале не может притянуть того, кто может ей дать любовь. Вы понимаете? Дайте мне, да, кто со мной согласен, и если у кого-то есть сомнения, дайте мне ваши сомнения. Понимаете, да? Все это понимают, что мы притягиваем к себе. Спасибо, Наталья. Мы притягиваем к себе таких, да, если вы жертва, вы притягиваете тирана. Совершенно верно. Совершенно верно. Жертва притягивает к себе тирана. Именно поэтому я каждое мероприятие напоминаю о безопасности, потому что очень многие женщины, уже которые стали жертвенные по своей внутренней природе, они притягивают к себе нехороших парней, нехороших парней. Поэтому я всегда, когда начинаю обучать, я всегда предупреждаю о том, чтобы женщины были осторожны, пока мозги не перестроятся. Осторожно, дорогие мои. Бессмысленны те отношения будут, пока вы внутренне не перестроились. Бессмысленны будут те отношения, в которые вы начнете вкладываться, и из тех отношений окажется, что ваш партнер тиран или неспособный на любовь. Что женщину смущает во взаимоотношениях? Конечно же, женщина испытывает то, что женщина чувствует мужское превосходство над собой. Это нельзя не учитывать. Как мужчина будет за вами охотиться, если вы изначально ему говорите о его превосходстве над вашим. Ему неинтересна эта охота. Ему неинтересно, так скажем, с вами играть в любовные игры. Почему? Потому что вы уже жертва. Вы уже... Дальше. Чувство неуверенности, которое мы транслируем мужчине рядом. Подчеркивая свои минусы, его плюсы. Ну и целый ряд, целый ряд. Целый список того, что вы можете за собой наблюдать. Я хочу отметить очень важную вещь. Вы замечали, когда... Есть редкие женщины, да, но они есть, которые внешне, казалось бы, непримечательны, как-то не очень из себя ничего такого не представляют, да? Ну, блондинка, она и есть блондинка там, вот, но ничего в ней такого особенно нет. А мужчины за нее воюют, бьются. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok